Ребят, всем привет! Сегодня мне на обзор прислали полуавтомат DECO POWER XTRA MIG 200. До этого я снимал обзор на SIN MIG 200, а это XTRA MIG 200. Сейчас мы распакуем коробочку, пробежимся по техническим характеристикам, по комплектации и попробуем его в работе. Все как всегда. Поехали! Друзья, и сразу же перейдем к комплектации. Что же идет со сварочным полуавтоматом DECO POWER XTRA MIG 200? А это держатель электродов с длиной кабеля 2 метра, массовый зажим с длиной кабеля 2 метра, сварочная горелка с рукавом 3 метра, вот такой вот молоточек с щеткой, сварочная маска, щиток и инструкция о эксплуатации. Сразу обратим внимание, толщина провода 25 квадратов, но это не медь, это алюминий. Ну а прежде чем мы перейдем к техническим характеристикам, я сразу подключу массовый зажим и сварочную горелку. Массовый зажим на минус. Ну а теперь, друзья, перейдем к техническим характеристикам. И сразу скажу, я слышал уже не первый раз, что вот эти вот аппараты DECO POWER сыграют на одном заводе вот с этими вот самыми желтенькими аппаратами. Вид сзади, и тут мы видим кнопка включения-выключения аппарата, вывод кабеля в сеть 220 вольт, стуцер для подключения инертного газа, кулер для охлаждения аппарата. И вот такая вот табличка с характеристиками под электродуговую сварку MMA, под TIG сварку и под сварку в полуавтоматическом режиме MIG. С одной стороны у нас вентиляция, также и спереди, где байонеты. С этого же боку у нас крышка. Открываем ее. И тут мы видим, вот сюда вот устанавливается катушка. Катушки с проволокой устанавливаются как килограммовые, так же и пятикилограммовые. Сразу же обратим на механизм протяжки проволоки. Он не пластиковый, с виду скорее всего алюминий. Сверху стоит подшипник, а снизу установлен ролик, который можно менять местами, открутив вот этот вот самый барашек. С одной стороны лыска под проволоку 0,6 мм, с другой стороны на ролике лыска под проволоку диаметром 0,8 мм. Сейчас тут установлен обычный ролик под обычную проволоку, которая работает в среде инертных газов. Но можно сюда поставить ролик под порошковую проволоку. Также обратите внимание, есть вот такая вот кнопочка. Spool gun, переводится как шпульный пистолет. Я так понял, ее мы включаем тогда, когда переходим в режим тиг сварки. Если я не прав и кто-то знает про эту кнопку, поправьте меня в комментариях. Итак, вид спереди, вентиляция спереди для продувки и охлаждения сварочного аппарата. Оттуда кулер затягивает, отсюда спереди продувает и не только спереди, и еще с одной стороны сбоку. Евроразъем под сварочную горелку, два байонета 15-х под массовый зажим и под держатель для электродов, для электродуговой сварки ММА. Также разъем для подключения тиг горелки, чуть выше синергетический дисплей, два потенциометра и четыре кнопки. Сейчас мы с вами включим сварочный аппарат и чуть-чуть пробежимся по его функциям. Сразу скажу, при включении данного сварочного аппарата кулер срабатывает сразу и он не отключается. Сразу скажу, этот аппарат просто навороченный и функций тут очень много. Обратим внимание, синергетический режим для сварки в полуавтоматическом режиме. В ручном режиме можно поднастроить режим электродуговой сварки электродом, режим тиг сварки. Оставим синергетический режим. Чем хороша синергетика для сварки в полуавтоматическом режиме? Сейчас у нас стоит 170 Ампер, 24 Вольта. Толщина металла, которую мы можем сваривать, 4,1 мм. Убавляем. Например, 136 Ампер, 23 Вольта. То есть, когда я убавляю ток, соответственно, убавляется напряжение. Прибавляю ток, прибавляется напряжение. И здесь мы сразу видим, какой толщины металл мы можем сваривать. Также обратите внимание, СО2. В среде углекислоты. Можно поставить смесь, можно поставить аргон. Также мы можем выбрать, вот сейчас видите, феррум. То есть, мы свариваем железо. Также можно выбрать алюминий. Вот видите, аргон плюс СО2. Смесь. То есть, тут очень много настроек. Помимо всего прочего, видите, сейчас стоит 0,8. То есть, в этом режиме мы будем варить проволокой 0,8. Можно поменять от 0,6 до 1,2. Вот видите, 1,2 мм. То есть, 0,6 проволока, 0,8. 0,6, 0,8, 0,9, 1 мм и 1,2 мм. Например, мы можем также прибавить и убавить индукцию. Прибавив индукцию на 10, валик будет меньше. Убавив индукцию, сварочный валик будет больше. Также в ручном режиме мы можем увеличить подачу проволоку и уменьшить. Функции, друзья, тут очень много. Под каждый режим. Под синергетику. Под ручной режим сварки полуавтоматом. Под сварку электродом. Различный форсаж дуги. Антизалипание. Горячий старт. Под тик сварку тоже очень много функций. В полуавтоматическом режиме настройки под сварку алюминием. Чтобы все вам показать, займет очень много времени. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте производителя. Декопауэр. Друзья, а есть еще один лайфхак. Когда мы устанавливаем проволоку, и чтобы ее протянуть, можно нажимать не на пистолете кнопочку, а зажав одновременно вот этих вот две кнопочки. И проволока быстро поползла через рукав. Очень удобно. Друзья, короче, функций в этом аппарате много. Аппарат можно настроить под себя. Хорошо, когда сварочный аппарат настраивается. И если все мне эти функции вам показывать, видео будет очень длительным. А я не хочу затягивать видео на этих самых функциях. Для этого вы можете посмотреть другие обзоры в интернете. А сейчас я вне кадра, чтобы опять же не затягивать видео, установлю проволочку. Подключу газ. Буду варить в смеси. 82% аргона и 18% углекислоты. Так, ну все, друзья, проволоку я протянул. Проволока-катушка 5 кг, 0,6. Так как у меня уже есть 0,8 вот в том аппарате. Вот в этом аппарате 1 мм. Вот в этом будет 0,6. Частенько я варю тонкий металл, и мне удобно варить 0,6 проволокой. Также обратите внимание, подключил вот такой шланг с быстросхваткой. На каждом аппарате у меня висит вот такой вот шланг под мою быстросхватку. Так мне удобнее. По весу без сварочной горелки и массового зажима где-то 15 кг, может быть 16. Все вместе 17, 700, 800. Ну короче, аппарат тяжелый, нелегкий. По размерам он не маленький и он небольшой. Мерить рулеткой не буду. Короче, по размерам он такой же, как синмиг 200. То есть, экстрамик 200 по размерам точно такой же, как синмиг 200. Если уж вам прям так интересны размеры, то вы можете посмотреть обзор вот на этот аппарат. Там, мне кажется, я мерил его рулеткой. А сейчас я этот аппарат установлю на его уже теперь законное место. Будет стоять он у меня вот тут вот сверху. И перейдем от теории к практике. Чуть-чуть поварим. Так, ну вот, друзья, подготовил кое-какие куски металла. Профильная труба 20 на 40 с толщиной стенки 1,5 мм. Вот таких вот две пластинки. Толщина стенки 5 мм. Вот такая вот пластинка с толщиной 0,8 мм. И вот такая вот толщина 1 мм. Начнем с самого толстого металла. Сварим между собой две пластинки. Вот таким вот образом. Ну вот такой вот шовчик получился. Это на синергетике. Углом назад. Валик, конечно, высокий. Нужно было прибавить индукцию. Но все равно шовчик чистенький, аккуратный. Теперь сварим два куска профильной трубы. Толщина стенки 1,5 мм. Вот таким вот образом. Два куска профильных трубы. Стенка 1,5 мм. Меж собой сварил. Шов я считаю отличный. Теперь эту же профильную трубу сварим вот таким вот образом. Ну вот, друзья, обратите внимание, тоже очень даже неплохой шов. Теперь попробуем сварить что-нибудь потоньше. Миллиметр. Выставляем на аппарате толщина металла 1 мм. Также синергетика. И пробуем. Специально сделал надрез болгаркой. И сейчас мы попробуем наложить шовчик. Первоначально забыл открыть газ. Все, открыл. Пробуем. Ну вот, друзья, обратите внимание, вот тут я забыл открыть газ. Поэтому так некрасиво все получилось. А тут я уже открыл газ. И шовчик получился очень даже неплохой. Толщина металла 1 мм. Ну а теперь пластинка, толщина которой составляет 0,8 мм. Попробуем. Все, конечно, ребят, хорошо, но эта пластинка попалась оцинкованная. А так, смотрите, не прожег шовчик. Классный, хороший, практически идеальный. Толщина металла 0,8 мм. Вот, друзья, вот такой вот шовчик. Даде провар. Но выделилась какая-то белая фигня. Не знаю, может быть, даже это не оцинкованная. Надо магнитом проверить. Может быть, нержавейка. Может, еще какой-нибудь сплав. Точно не знаю. Но самое главное, что 0,8 мм. Отлично варит. Аппарат классный. Я доволен. Друзья, аппарат достойный. Аппарат хороший. Бесспорно. Очень много функций и настроек. И ничем не отличается по качеству от желтеньких. Поэтому, кто хочет приобрести себе полуавтомат с синергетикой DECO POWER XTRA MIG200, можете забить в интернете. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok